Привет! До гран-при Байкал осталась всего неделя, и сегодня я тренирую спину, вы можете за этим понаблюдать. Когда у меня тренировка, я всегда слушаю музыку, вот эта музыка не очень, у меня в плеере закачан рампстайн и руки вверх. Первое рабочее движение – это, как правило, тяга в наклоне или тяга Т-грифа. Я всегда стараюсь одевать теплую одежду во время тренировки, по крайней мере, в первых ее двух третях, для того, чтобы не получить травму. Ну и, в общем-то, когда тело согретое, оно лучше слушается. Это первая серия в моей тренировке на спину. Тяга нижнего блока и имитация подтягиваний в тренажере Hammer. Я очень хорошо чувствую спину именно в такой комбинации. Здесь важно делать не меньше десяти повторов, и очень важно брать вес, он, скажем так, ниже среднего. Когда уже опыт определенный набираешь, уже, в принципе, неважно там какая очередность упражнений, прописная, классические какие-то схемы, важно именно что-то для себя найти. Это упражнение, которое я сейчас сделал с круглой спиной, тяга, очень хорошо развивает трапеции. Я сейчас шраги не делаю, перешел на альтернативное упражнение, в общем-то, советую попробовать. В конце тренировки на спину я всегда делаю это упражнение. Называется он гиперэкстензией. В принципе, спортсменам, которые делают становую тягу, его можно не делать. Сейчас такой пристреливательный период, естественно, на становую тягу сил нет, и заменил я его этими самыми экстензиями. Здесь тоже задачей является нагонка крови в мышцах, поэтому брать какой-то дополнительный вес не обязательно. Более того, не нужно его брать. Лучше сосредоточиться на мышцах нижней части спины. Здесь маркером может служить того, чтобы хорошо проработали. Вам больно стоять. Сейчас будет больно не только стоять, но и сидеть. В принципе, тренировку спины можно закачивать. Обычно после спины я еще бегаю, но, может быть, через полчасика. Тренировки в пристреливательный период, как правило, отличаются от тренировок на сезоне. Вы, наверное, все знаете, что спортсмены переходят на суперсерии на более высокоинтенсивные тренировки и сокращают время отдыха между подходами. Здесь основной задачей таких тренировок, как правило, является максимальная нагонка крови к работающим мышцам. Ну, что, в свою очередь, позволяет улучшить снабжение мышц кислородом. Скажем так, что, в свою очередь, способствует их чрезмерной гипертрофии. Но, к сожалению, памповые тренировки, то есть тренировки на суперсерии, имеют один минус. Как только вы прекращаете заниматься, через неделю, через две вы становитесь худеньким. Поэтому вот этот период, к сожалению, необходимо постоянно поддерживать. Ребята часто у меня спрашивают в спортзале, как много нужно пить воды во время тренировки. Ну, скажу сразу, я выпиваю за время тренировки от 1,5 до 2,5 литров воды, но меньше никак. Здесь можно говорить, много есть причин, по которым нужно пить воду. Не буду их все перечислять, просто пить. Субтитры сделал DimaTorzok